Добрый день, друзья и гости моего канала! С вами я, Светлана Тинсон, и сегодня я хочу вам показать свою коллекцию таких вот кукол ручной работы итальянского дома De Agostini. Это такие коллекционные сувенирные куклы. Называется эта серия «Дамы эпохи». Каждая куколка – это такой литературный персонаж. Вот эта куколка у меня Джейн Эйр, а эта куколка из романа, из другого романа «Гордость и предубеждение». Тоже вам известная такая героиня, потому что многие смотрели сериал «Гордость и предубеждение» английский. И много очень фильмов, сериалов снято и по роману Шарлотты Бранде Джейн Эйр. Давайте сегодня немножко отвлечемся и поиграем в куклы, потому что, не знаю, как у вас, может быть, у вас всё цветёт и благоухает, но у нас на северо-западе погода очень-очень непростая. Дождь, снег, лёд, гололёд и лужи. Так что сидим дома и играем в куклы. Коллекцию эту собирала моя старшая внучка, когда ещё была школьница, с другой своей бабушкой. Ну, а показываю вот её вам я. Итак, первая кукла из нашей коллекции. Она вышла, вот эта кукла, под номером один. И вышла. Джейн Эйр, героиня романа Шарлотты Бранде, которая жила, где-то умерла она в 1855 году. И все три вот эти сестры становятся писательницами. Причём писательницами очень-очень известными. Особенно большую известность приобрела Шарлотта и её сестра Эмилия. Она написала книгу «Грозовой перевал». «Грозовой перевал» множество раз экранизирован в Англии, в Великобритании. И также книга Джейн Эйр, она тоже прошла очень-очень много экранизаций. Героиня, да вы знаете почти все этот роман, девушка из бедной семьи, приезжает даже не из семьи, а она сиротка, живёт там Христа ради у тётки, потом её отправляют в школу монастырскую, где она учится, затем работают учительницей. В 18 лет она уходит оттуда и поступает в богатое имение к одной там девочке в гувернантке. Ну и тут начинаются её приключения. Там не было, вот эта книга входит в 200 лучших книг мировой литературы. И эту книгу «Грозовой перевал» даже изучают в обязательной программе в английских школах. То есть она вот имела все, все сёстры Бранте, все три сестры не дожили до 40 лет. Все они умерли от туберкулёза. Фильмы Джейн Эйр, они были экранизированы в 1934 году, 1970, 1997 и 2011 играли там очень знаменитые актёры. Ну мы уже посмотрели, вот платье, да, вот она в такой шляпе, волосы, да, вот ещё у этих куколок у них вот такие волосы. Вот тюрнюрчик такой вот здесь вот, и платье такое с кружевами, оборками. В общем, красивая кукла, да, красивая. Так, переходим к рассказу о другой англичанке. Англичанка Элизабет Беннетт, героиня романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». «Гордость и предубеждение». «Предубеждение» очень много раз у нас шёл по телевидению, по разным там программам, не центральным, но всевозможным. Я думаю, что очень многие его смотрели, любили, полюбили этот сериал. И, конечно, очень многие девочки, девушки, женщины читали эту книгу. Джейн Остин умерла в 1817 году, когда нашей Шарлотте Бранте был всего один год. Шарлотте Бранте родилась в 1816, а Джейн Остин уже прожила свои 41 год. Она родилась аж в 1775 году и тоже умирает. Вот мало жили женщины раньше. Вот, она написала несколько книг талантов. Джейн Остин был признан такими писателями, как Анареда Бальзактики, Рэй Вальтер Скотт. И, конечно, «Гордость и предубеждение». Эта книга вошла в лучшие произведения всех времён и народов. Тоже любовный роман. Ну, «Гордость и предубеждение» – это о том, как вот юная Элизабет, у которой ещё множество-множество сестёр, всё это тоже автобиографично. Сама Джейн Остин была аж восьмым ребёнком в своей семье. Так же, как и сёстры Бранте, она не вышла замуж, а стала старой девой. Как называли в то время, жизнь в чипце. То есть девушка до какого-то времени пыталась выйти замуж, а потом, там, годам к 30, даже раньше, надевала чипец и уже смирялась с тем. Нужно сказать, что в доме и Джейн Остин, и Шарлотты Бранте, там, где они жили, в графствах музея сейчас, литературные музеи этих писательниц, но нас интересует кукла. Очень красивая кукла, красивое платье, хлопчатобумажный жакетик такой, отрезной по талии, тоже очень интересный. И самое интересное, такая вот шляпа, такая шапокляк вот, шляпа. Я почему так говорю? Это фасон шляпы, когда вот он с такой тулей. Шляпа завязывается, всё это, здесь шляпа приклеена. Ну, если играют дети, они быстро её отклеют. Вот жакетик, ну да, он снимается, вот платьица такая отрезная по талии, тоже очень интересная. Ну, давайте мы сейчас с вами пройдёмся по, так сказать, по английским персонажам. Что я, вот я смотрела не все серии, ну, что-то я читала, что-то смотрела. Что я запомнила из этих английских романов? Вересковые пустоши. Вот это мне, конечно, очень так это запало. Вот эти поля, когда цветёт вереск, необычайно красиво. Так, следующая куколка Констанция Чаттерлей. Дэвид Герберт Лоуренс. Годы жизни его 1885-1930 год. Так. Вот такая вот куколка. На мой взгляд, куколка очень хороша. Хороша она тем, что вот у неё вот шляпка. Очень красивое платье, тоже с тюрниром. И что мне нравится, вот даже корзиночка. Корзиночка с хлебом, с багетом. Из булочной она идёт. И вот здесь вот даже какой-то розочка какая-то. И отделка. Так. Красивое платье. Роман, героиня романа, она любовник леди Чаттерлей. Любовник леди Чаттерлей. Ну, краткое такое содержание. В 1917 году Констанция Рид. Молодая девушка. Выходит замуж за, очень удачно, за баронетта Чаттерлея. Но он идёт на войну. И приходит искалеченный в инвалидной коляске. И дальше, дальше начинается её любовная связь с лесником. Они живут в поместье. Она влюбляется в молодого, красивого лесника. Ну, и вот такие вот приключения. Развод развода не получается. Потому что смысл романа таков, что невозможен связь простого человека из народа и дамы из высшего общества. Общество такие, значит, отношения не приветствует. А вот так вот как-то шито-крыто, чтобы погулять, это всё можно. Вот такая вот у нас Констанция. С вами продолжим разговор об английских девушках. Вот так вот рука у нас и упала с веером. Роман называется, вернее, это не роман, а это пьеса «Веер леди у эндер мир». У эндер мир. Вот здесь вот у нас отвалилась рука. Вот я говорю, что куколки эти, они очень хрупкие. Вот так головка. Давайте вот так посмотрим. Пьеса, пьеса Оскара Уальда. Тоже он высмеивает. Он, у него очень такой тонкий английский юмор в пьесах. У нас все эти пьесы шли под разными названиями. «Леди Веер леди у эндер мир». Это опять сатира на британское общество в викторианской эпохе. Написана пьеса в 1892 году. Ну, для нас пересказ там все очень долго пересказывать. Пьеса очень смешная. Все заканчивается очень хорошо. Платье очень-очень красивое. В руках веер. В общем, получается так, что девушка эта, в общем-то, ни в чем и не виновата. Но ее веер находится, оказался в одной холостяцкой квартире. Туда вошла компания, в том числе ее муж. И это, конечно, был скандал. Но тут помогает ее мать, которая была и не мать. То есть она была мать, но когда-то она бросила свою дочь, убежала. Потом она стала женщиной такой вне общества. Ну, в общем, она выходит там из-за кулис. Признается, что это ее веер. В общем, берет все вину на себя. И тоже удачно выходит замуж. Ну, она молодая. Потому что родила она эту Маргарет, еще юной девушкой. В общем, такая комедия смешная очень. И очень красивая куколка. Не правда ли? Вот я так осторожно держу, чтобы на шее у нее. Видите, какая красивая это. Вот что я. Веер тоже очень красивый. Веер, наверное, ее украшает. Очень красивое платье. Героиня того же самого автора. Сесили Кардье. Тоже очень-очень красивый костюм. Костюм красивый. Такого стального цвета. У нее вот такая вот шляпа. Кресса называется «Как быть счастливым». Как быть счастливым. И в конце, в общем-то, там все счастливы. Там две девушки. Вот это Сесилия Кардье. И вторая девушка, которые обе влюблены в Эрнеста. А на самом деле это вымышленный персонаж. Такого вообще не существует. Но его выдумывают два друга. Потом один из них на самом деле оказывается. Эрнест, потому что он был найденыш. Его нашли в саквояже на лондонском вокзале. И в конце, значит, пьесы известно, что он сын богатого человека, которого служанка перепутала там с аквояже. И вместо ребенка что-то там другое в саквояже принесла. Ребенка положила в камеру хранения. Его нашли. Воспитали. Он стал мировым судьей, успешным. И оказалось, что он и есть Эрнест. За которого, вероятно, выйдет замуж вот наша Сесилия Корде. А вторая девушка тоже там удачно устроит свою судьбу. Очень все смешно. Из Англии мы перенесемся в Соединенные Штаты. Роман «Вашингтонская площадь» или «Вашингтон-стрит». Роман классика американской литературы Генри Джейма. Годы его жизни 1843-1916. То есть начало века. Ну, вот, вероятно, здесь описывается в этом романе конец века. Главная героиня этого романа девушка Кэтрин Слоппер. Вот она такая вот красотка. Платьица тоже очень красивая. Девушка не просто красивая, девушка еще очень добродетельна. Она очень романтична, сентиментальна, наивна. Она верит людям. У нее очень хорошие качества. И тиран-отец дома. Врач, богатый врач. То есть она становится одной из завидных невест Нью-Йорка. И за ней ухаживает, в общем-то, охотник за богатыми невестами, прощелыга. Она искренне в него влюбляется. Затем обман раскрывается. И, в общем, судьба такая, что она больше никогда не выходит замуж. В общем, она вообще не выходит. Вот такой у нее шлейф. Она остается ухаживать за своим отцом до конца его дней. Ну, не находит она своего счастья, к сожалению. А вот посмотрите, какая красивая кукла. Как она хорошо одета. Платье очень-очень красивое. Вот с таким шлейфом. С тюрнюром, с бантами. С такими вот... Здесь оно тоже богато так украшено кружевами, с сеточкой, цветами. Прическа тоже цветами. Красивая кукла. Ну, не стоят они, эти куклы. Вот она еще на каблуках. Можно, конечно, поставить, но мы рискуем. Тогда она без ножки останется все-таки. Куклы очень хрупкие. Так, из Соединенных Штатов мы переносимся в Испанию. И вот эта куколка, вот эта куколка зовут ее Фортуната. И вот вы знаете, что я подумала... Это простая, простая девушка испанская. И вы знаете, что я подумала, что корзиночка-то ей принадлежит. А не той леди с веером. Не с веером, а... Четтерлей, да? Любовник леди Четтерлей. Нет. Та женщина не ходила за хлебом. Она ездила отдыхать. Она имела богатого мужа. И очень красивого любовника нет. Вот корзиночка принадлежит вот этой куколке. Куколка вот такая вот очень-очень красивая. Очень красивая она. У нее прическа. Рожеволосая. Здесь у нее как бы накинута такая шаль на простую одежду. Простая такая юбочка. Фортуната. И вот роман испанского писателя Перса Бенита Гальдоса. Гальдоса. Годы жизни его 1843-1920. Начало 20 века. А роман называется «Фортуната и Хасинта». Это история двух женщин, которые любили одного мужчину, Хуанита. И разные там приключения. Он принадлежал более высшему обществу. И жена его Хасинта. А Фортуната была простая девушка. Он, конечно, ее соблазнил и покинул. Женился на Хасинте. И дальше там очень-очень много всяких приключений. В результате Фортунату постигла участь Сони Мармеладовой. Потом все-таки она удачно выходит замуж. В общем, там много всяких перепитий. И в конце она рожает ребенка. От этого же Хуанита умирает. Ребенка этого отдает его бездетной жене Хасинте. С запиской, что это по праву принадлежит тебе, а не мне. Это вот подарок твоего мужа. Но случайно он оказался у меня. Вот. В общем, ну, такое содержание. Ну, я даже не знаю, как ко всему этому относиться. Дело в том, что я заканчивала институт культуры. Но это было в прошлом веке. И вот эти произведения мы не изучали ни Джейн Эйр, ни вот это, что мы изучали. А мы изучали Эмму Бавари, роман Бальзака, ой, Бальзака Флабера, Густава Флабера, французского писателя. Вот это считалось классиком «Мадам Бавари» или «Госпожа Бавари». Вот мы и поговорим сейчас об этой «Мадам». «Эмма Бавари». «Мадам Бавари» – роман написан классиком французской литературы Густавом Флабером в 1856 году. Юная девушка Эмма выходит замуж за врача Бавари. Ну, живут они в провинции. Хороша, хороша, хороша. Очень красивое платье с таким вот... Здесь вот тоже она очень интересно сделана. Такая юбка вот нижняя. Очень красивая. Так, здесь что у нас? Какая-то брошь. А главное, конечно, шляпа. Шляпа с перьями, с розой, с лентами. Ну, настоящая француженка, золотоволосая. «Мадам Бавари». Француженка. Французская литература. Она очень скучает в провинции. Ей скучно со своим врачом. Очень уж положительным. И Эмма Бавари пускается во все тяжкие. Она начинает, там, менять любовников. Кончается всё очень плохо. Она запуталась, она отравилась. И очень много страниц автор посвятил вот её мучениям. Как она... В каких страшных муках она умирает от отравления. Но жить она не хочет. Значит, за этот роман, этот роман подвергался очень большой критике. Говорили о том, что в романе Флабера нет ни одного положительного героя. Вот. И вы знаете, я с этим согласна. Я вот когда читала этот роман, изучали мы его. И что-то мне как-то он вот... И Эмма это, и сам этот роман, ну, не зашло. Но, тем не менее, это классика. Это красивая женщина. Она хотела любви, она хотела приключений. Вероятно, муж ей не мог дать ту самую любовь, о которой она мечтала. Вот такая вот у нас француженка. Посмотрим на неё. Брали с вами всех иностранных барышень. И у нас остались наши русские. Вот тут их четыре. Ну и сейчас мы... Вот эти произведения, наверное, мы знаем все. Мы быстро пройдёмся. Начнём мы с Фёдора Михайловича. Соня Мармеладова. Кстати, Достоевский похоронен у нас в Петербурге, в Александро-Невской лавре. Там его могилы, памятник. Он очень посещаемый. Ну, вы все знаете, кто такая Соня Мармеладова. Я уже пересказывать вам не буду. Это верная подруга Родиона Раскольникова. Такая вот она смиренная девушка. Головка даже у неё вот так наклонена. И вот она блондиночка такая. Вот шляпки у неё нет. Может быть... Я думаю, что шляпка была, судя по прическе. Вероятно, дети её куда-то, куда-то. Ну, согласитесь, очень красивая платьица. Очень красивая платьица. Оно такое вроде как простое, да? Она горожанка. Она живёт в Петербурге. Ну, оно более такое пасторальное, да? Ну, вероятно, вот так итальянцы, это же итальянские куколки, представляли вот девушку, которая, в общем-то, тоже была такой... Неблаговидная у неё была профессия. Вот представляли в таком виде. Что здесь мне не нравится? Вот этот холщовый мешок, похожий на наши современные, когда вот там дети ходят со сменной обувью и всё. Всё-таки надо было какую-то сумочку. Ну, вероятно, вот такой мешок ей сделали, как простолюдинки, чтобы она носила продукты своей там семье. А там она же имела очень много братьев, сестёр по линии мачехи этой вот Катерины Ивановны, да? Ой! Ну, в общем, вот такая Сонечка. Так, ну и Анна Каренина с её ужасной трагедией, трудной судьбой. Она также покончила с собой, как Эмма Бавари, от несчастной любви. Здесь она ещё в самом начале романа нашего классика Толстого в дорожном костюме с муфтой, с шапочкой такой. И вот она, видите, она бронетка, она кудрявая. Вот она именно такая, какой её описывал Лев Толстой, вот с этими завитушками. И все экранизации фильма нашей и американской, они вот именно были с такими бронетками, с кудряшками. Потому что якобы портрет Анны Карениной он списывал со старшей дочерью Пушкина Марии Гартунг. Характер нет, Мария была замужем, но у неё не было детей, у неё не было такой истории. А вот внешность, внешность, вот она была похожа на отца Александра Пушкина, вот такая кучерявенькая. И вот он это написал Анну с её портрета. Ну, вы все знаете содержание романа. Вроде как её любил и Вронский, и муж её любил, и чего ж ей было бросаться под паровоз. Ну, в этом романе там две такие линии. Это вот Анна и Вронский, и Левин, и Китти. Вот он противопоставляет вот этой чувственной любви. Анна с Вронским, любовь. Вот, ну, там он описывает помещика Левина, которого он, наверное, с себя списывал. Что вот он живёт на природе, в поместье, ходит босиком, сам пашет землю, имеет много детей. Китти Щербатова, его жена, ну, по молодости Щербатова. Всё у них, значит, хорошо, они любят друг друга. У них связь не только чувственная, но ещё и духовная. Они соратники. Ну, вероятно, так. Так, я хочу сказать, почитайте Анну Каренину. Это не «Война и мир», это не четыре огромных тома. Это небольшая очень книга, и читается она очень-очень современно. Хотя она написана более ста лет назад. Вот её читаешь, и вот так, как будто это современный роман. Предпоследняя героиня, можно сказать, литературная даже последняя, это Маргарита Булгаковская. Я уже про неё говорила с её жёлтыми цветами-мимозами. Ну, вот она почему-то изображена в костюме всё-таки конца XIX века, может быть, начало 20-го ходили ли в таких костюмах в 30-е годы по Москве. Нет, я очень сомневаюсь. Юбочки там были покороче. Вот, ну, шляпа, шляпа, конечно, должна быть у Маргариты. Этот костюм, может быть, больше соответствует вот такой романтике, когда они с мастером там предстали перед Воландом, когда, ну, не знаю, но, тем не менее, вот её наши итальянские товарищи представили вот такой. Вот она тоже на каблуках. Маргарита. Последняя кукла вот такая. Вот такая последняя кукла, и вот здесь я сломала голову. Что же это за дама эпохи? Я думала, что это дуничка из станционного смотрителя. Тоже была хороша штучка. Бросила отца и больше никогда его не навещала. Кстати, у нас есть музей вот на станции Выра, где вот я была когда-то очень-очень давно. Но воссоздан вот этот дом станционного смотрителя Самсона Вырина. И что я помню из этой экскурсии? Это сундук Дуни. Сундук Дуни с её преданным. И вот Дуня там жила и жила с отцом, помогала ему. Хорошая была девочка. Ну, приехал какой-то заезжий там барин, и она убежала с ним. А приехав потом, через много-много лет, в богатой карете, Стана стала уже дама. И она там бросила, по-моему, несколько монет своему отцу. В общем, как-то, в общем, что-то, что-то... Вот и раньше были дети неблагодарные. Не только в наше время. Но я оказалась не права. Это никакая не Дуня. Это костюм московской губернии. Это кукла из другой серии, которую также выпускало издательство Д.А. Гостини. Куклы в национальных одеждах. Вот у нас оказалась одна эта куколка. Костюм московской губернии. Ведь, знаете, вот все русские костюмы, они же все отличаются. Вот там костюм вологодской женщины отличается от ярославской и так далее. По губерниям это очень интересно. Вот это, кстати, тема довольно-таки интересная. Вот у неё такая... Последний взгляд на коллекцию. Какие-то куклы у меня стоят. Какие-то уселись и сидят. И какие-то прислонились к стенке. Да, куклы эти все могут стоять. Ну, они все на каблуках и такие, ну, не очень устойчивые. Они могут, конечно, стоять, но могут упасть и разбиться. Куклы фарфоровые. Кстати, там же в интернет, в магазине, где продаются вот эти витрины для этих куколок, а продаются и подставки. Подставки, на которые ставятся эти куклы. Ну, вот, друзья мои, я вас познакомила с такой коллекцией. Очень, я думаю, интересной. Может быть, мы её в то время, когда собирали, как-то недооценили. А куколки красивые. Ну, вот, друзья мои, я вас познакомила с такой замечательной коллекцией издательского дома Де Агостини. Итальянского издательского дома. Куколки ручной работы, литературные персонажи. Величина этих куколок 20 сантиметров. Если кто-то заинтересовался, они до сих пор продаются в большом количестве в интернете. Ну, друзья мои, вот на этом я с вами прощаюсь. Встретимся с вами уже на какой-то другой теме. А на сегодня это всё. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok